Всем моё почтение, друзья! И вот хотел бы высказать своё такое мнение по поводу всех этих событий 21 февраля 2022 года о якобы признании ДНР и ЛНР. А в частности, хотел бы высказать своё мнение о такой фигуре, как Денис Пушилин. Вот смотрите, почему в истории так получается, что Россия постоянно ставит ставки на каких-то преступников, негодяев, аферистов? Вот почему? Почему в странах, где Россия хочет захватить, так сказать, влияние или вообще какую-то, допустим, территорию, она выбирает худшего из худших? Вот спросите, почему именно ты говоришь, что, мол, этот Денис Пушилин – это худший из худших? Ну вот и как вам объяснить? Как можно было ставить ставку и ставить во главе так называемых оккупированных этих территорий ДНР и ЛНР человека, которого фактически руководил в Донецкой области при Украине, когда был мир и порядок ячейкой МММ? Именно, да-да-да, именно того МММ, которое даже в 2000-х годах кинуло людей. Я уже не говорю за 90-е. Вот как можно хвалить вот этим россиянам, вот этим людям оболваненным пропагандой человека, который, по сути, является аферистом, который кидал людей через МММ? Я лично считаю, что вот эти все хвалят, те, кто хвалит этого Пушилина, причастны к крови на Донбассе и причастны к тем, всем событиям, когда люди в начале жизни уходили добровольно за долги, которые на них фактически повесил МММ. Я лично считаю, что это просто аферист этот Пушилин, и все эти события, это просто какая-то фантасмагория.